Более всего я хочу, чтобы вы здравствовали и преуспевали во всем. И я молюсь о том, что сегодня Бог коснется вас. Сегодня со мной мои дорогие друзья, доктора Дон и Мэри Колберт, которых я знаю уже много лет. Он самый лучший доктор из всех, кого я знаю. И он мой терапевт. Все передачи с Доном Колбертом – это благословение для наших дорогих партнеров. Дон, Мэри, я так рад быть с вами. Недавно я видел вас в программе Джона Хегги. Также часто вы бываете у Джойс Майер и других проповедников. И я рад, что сегодня вы здесь. Мы поговорим о том, как лечить сердечные заболевания. Сейчас это огромная проблема в Америке. И каждую неделю я читаю новости. И я узнал, что можно победить болезни сердца. Здесь со мной находится самый умный доктор. Скажите, это правда? Это правда, да. Значит, если у кого-то случаются сердечные приступы, можно вылечить их последствия. Последствия вылечить трудно, но зато можно предотвратить появление кровяных бляшек в артериях. Каким образом? Сначала я расскажу о том, что в США 1,2 миллиона человек ежегодно страдают от сердечных приступов. Примерно половина из них умирает. 450 тысяч человек умирают. Эти данные пугают. Но сердечные болезни начинаются всегда, если внутри артерии начинают образовываться бляшки. Мы знаем, как предотвратить их появление. Эти бляшки появляются из-за неправильного питания или есть другие причины? Есть несколько причин возникновения бляшек. Самая основная причина – это воспаление артерий. По количеству высокочувствительного С-реактивного белка мы можем увидеть, что есть воспаление, что в крови высокий уровень холестерина и велика опасность сердечного заболевания. Друзья, сегодня доктор Дон действительно поможет вам. Он расскажет, как предотвратить эту проблему. У вас или у членов вашей семьи. Это исцеляющая программа. Но мы не должны забывать, что Бог беспокоится о вашем здоровье. Мы не только показываем вам действия божественной силы на Крусейдах. Мы также и говорим о том, как оставаться здоровыми. Продолжайте, Дон. Есть несколько вещей, которые мы должны делать. Волшебной таблетки против сердечных заболеваний не существует. В медицине используются такие препараты, как Лепитор, Кристор, Закор. У них есть побочные эффекты. Да, у них есть разные побочные эффекты. Но мы знаем, что один из лучших методов лечения сердечных заболеваний – это снижение кровяного давления. Самое опасное явление в сердечных болезнях – это высокое кровяное давление. Теперь предповышенное кровяное давление диагностируется как повышенное кровяное давление. Дон, как можно понизить кровяное давление? Отличный вопрос. Для этого мы можем делать следующее. Во-первых, необходимо снизить вес. Нужно следить за объемом талии. То есть, главное не вес, а объем талии. У мужчин он не должен превышать 100 сантиметров, а у женщин 87,5 сантиметров. Нужно делать гимнастику или достаточно диеты? Это достигается при помощи диеты с низким содержанием сахара и через упражнения. Их делать необходимо, без этого никак не обойтись. Значит, зарядка – это обязательно? Да, обязательно. Кстати, курение очень сильно повышает кровяное давление. Одна сигарета повышает давление на 10 пунктов. Людям нужно бросать курить. Я уверен, что большинство наших зрителей не курит, но все же есть и курильщики. Вы должны бросить курить. Для снижения кровяного давления нужно пить много воды. А как насчет продуктов питания? Какие продукты могут помочь? Главным образом это свежие фрукты и овощи, а также крупы. Ученые выяснили, что магния очень сильно снижает давление. Много магния содержится в орехах, семечках, в зелени с темно-зелеными листьями. Также снижают давление калий и кальций. Могут ли помочь пищевые добавки? Да, они помогают, но мы рекомендуем определенные продукты. Это лучше, чем добавки. Однако, можно принимать магний в виде пищевой добавки. Вот что важно. Вы можете снизить давление, просто принимая в пищу определенные продукты. Например, это гранатовый сок. Гранатовый сок снижает кровяное давление на 26%. Вы это слышали? Это потрясающе. Гранатовый сок всего 60 грамм. Но в нем много сахара. Да, это так. Но в 60 граммах гранатового сока совсем немного сахара. Нужно пить его утром и вечером по 60 грамм. На сколько процентов он снижает давление? На 26-28%. Но, кроме того, он снижает содержание бляшек в крови. Он буквально съедает их. Это великолепное известие. За три года исследований выяснилось, что прием 60 грамм гранатового сока восстанавливает поврежденную внутреннюю оболочку стенок сосудов. Снижается количество бляшек на 35%. Кровоток увеличивается на 45%. Подождите, вы хотите сказать, что гранатовый сок удаляет бляшки? Да, это именно так. Три года исследований. Друзья, вам нужно купить гранатовый сок немедленно. Сейчас продается очень много соков, и они дорогие. Но гранатовый сок недорогой, и его нужно пить в малых количествах. Всего по 60 грамм утром и вечером. А можно самим выжать сок? Это будет еще лучше. Также есть и другие продукты, снижающие кровяное давление. А что вы скажете о пищевых добавках, заменяющих гранатовый сок? Их тоже можно принимать. Но они хуже, чем натуральный сок. Они тоже достаточно хорошие. В них содержатся мощные вещества, снижающие кровяное давление. Что касается других продуктов питания, в 400 году до нашей эры Гиппократ сказал, пусть медицина будет вашей пищей, а ваша пища медициной. Например, сельдерей. Четыре пучка сельдерея в день способствуют снижению кровяного давления путем расширения кровеносных сосудов. Также многие годы мы знаем о том, что три маленькие дольки чеснока помогают снизить давление. Семь разных исследований доказали это действие. Специализированный журнал для страдающих повышенным кровяным давлением опубликовал открытие, утверждающее, что 600-900 миллиграмм чеснока снижает систолическое кровяное давление на 7-11 пунктов. Чеснок – это один из лучших средств по снижению давления. Очень сильно способствуют снижению кровяного давления продукты, вырабатывающие аргинин. Большинство людей ничего не знают об аргинине. Но я сейчас объясню, что это такое. Представьте себе, что все наши кровеносные сосуды, особенно в поврежденных артериях, изнутри покрыты тонкой оболочкой, и она называется интима. Ее толщина равна толщине одной клетки. Дон, я прошу вас не слишком углубляться в медицинские термины, и хочу, чтобы зрителям все было понятно. Так что же такое интима? Это внутреннее покрытие наших сосудов, и оно имеет огромное значение. Оно словно тефлон, словно покрытие, но его толщина составляет всего лишь одну клетку. Обнаружили, что внутреннее покрытие кровеносных сосудов выделяет химическое вещество, которое называется окисью азота. Окись азота расширяет кровеносные сосуды и снижает давление. Чем старше мы становимся, тем выше у нас кровяное давление. Многие заболевают диабетом, или у них повышенное содержание сахара в крови. И все это приводит к тому, что организм начинает вырабатывать меньше окиси азота. В результате образуются бляшки. Определенные продукты повышают выработку окиси азота. Но окись азота находится в теле лишь 10 секунд, и потом она растворяется. То есть в теле она появляется ненадолго, во время приема продуктов, которые сильно способствуют выработке окиси азота. И что это за продукты? Прежде всего, это орехи. Любые орехи повышают выработку окиси азота. Конечно, это не соленые орехи. Конечно, да. Один из способов снижения кровяного давления – это диета с низким содержанием соли. Дневная доза соли – 2,4 грамма. Это меньше, чем чайная ложка соли. Нужно употреблять орехи. Конечно, нам не подойдет гидрированное арахисовое масло. Нужно использовать либо натуральное арахисовое масло, либо несоленый натуральный арахис. Также подходят орехи кешью, миндаль, грецкие орехи, орехи пекан. Я слышал, что в орехах кешью много жиров. Это так. Но этот орех вырабатывает аргинин. Итак, это продукты, вырабатывающие окиси азота. Также это кокос и темный шоколад, в нем мало сахара. Чем темнее, тем лучше. Мэри, наверное, любит шоколад. Я очень люблю темный шоколад. Дон, продолжайте рассказывать. Также полезны крупы. Это овсянка, ячмень. Я, кстати, ем овсянку каждый день. Вы едите овсянку каждый день? Подождите, я еще расскажу вам новую информацию об овсянке. Она делает потрясающие вещи. Итак, мы открыли, что эти продукты стимулируют выработку аргинина в течение дня. Это способствует расширению сосудов и удалению бляшек. Можно принимать и пищевые добавки с аргинином. Если у вас высокое кровяное давление, то вы можете принимать 2-3 грамма пищевой добавки без рецепта врача. Как это называется? Аргинин? Эль-аргинин. Он очень недорогой. Он снижает кровяное давление и очищает сосуды от бляшек. Он расширяет сосуды и стимулирует выработку окиси азота. Это отличная пищевая добавка, но немногие о ней знают. Итак, друзья, сегодня мы узнали, что гранатовый сок снижает кровяное давление и удаляет бляшки. И все эти продукты, о которых вы говорили, орехи и так далее, делают то же самое. Сельдерей, чеснок, магний, все фрукты и овощи. Сколько человеку требуется времени, чтобы удалить бляшки? Все зависит от того, сколько бляшек в сосудах уже есть у человека. Есть мягкие бляшки, есть твердые бляшки. Мягкие бляшки могут быть удалены за несколько месяцев. Все бляшки сначала мягкие. Я использую и другие методы для удаления бляшек, например, пищевые добавки. Основная задача – это снизить уровень плохого холестерина до 70 и ниже. Хорошо, как это сделать? Как снизить содержание холестерина? Во-первых, нужно сменить диету. Это самое важное, самое лучшее средство. Снизить холестерин – это оливковое масло. На нем нужно готовить или только добавлять в салаты? Только добавлять в салаты. Если вы что-то жарите на оливковом масле, то оно приобретает такой состав, в котором много свободных радикалов, и это очень плохо. Поэтому оливковое масло лучше всего использовать для приготовления соусов или для заправки салатов. Какие масла вы посоветуете для готовки? Лучшие масла обладают максимальной высотой некоптящего пламени. Это масло из австралийского ореха, кокосовое масло, рисовое масло. Другие масла вы советуете не использовать? Давайте поговорим о других маслах. Вообще желательно отказаться от жарки на масле. Особенно я не рекомендую сильную жарку, это самое худшее. Не нужно использовать для приготовления пищи более ненасыщенные жиры. Они образуют огромное количество свободных радикалов. Крайне нежелательно жарить на оливковом масле. А какие другие масла можно использовать? Дон так категорично говорит о свободных радикалах, потому что они вызывают воспаление внутри артерий. Из-за этих свободных радикалов образуются пляшки. Это так важно. Итак, в приготовлении пищи мы должны избегать поля ненасыщенных жиров, потому что они образуют свободные радикалы. Масла холодного отжима использовать можно, но только в салатах и в небольшом количестве. Кстати, свободные радикалы ускоряют старение? Да, из-за них образуются морщины. Похоже, вы никогда не делаете ничего такого, потому что вы так молодо выглядите. Но возвращаясь к холестерину, что нужно сделать, чтобы снизить его уровень? Во-первых, нужно сменить диету. Во-вторых, начать заниматься спортом. Кроме этого, можно принимать растворимые пищевые волокна. Например, университет Торонто в Канаде разработал уникальные пищевые волокна из ячменя и овса. По структуре они очень плотные и вязкие. В них много бета-глюкана. Это очень мощные по силе растворимые волокна, снижающие уровень холестерина, стабилизирующие уровень сахара в крови. И они дают чувство насыщения после приема всего лишь 2 грамм волокон. Где их можно купить? Их можно купить в отделах с диетической пищей или на нашем сайте. Пищевые волокна из овса и ячменя действуют следующим образом. Прием волокон в количестве менее, чем 1 столовой ложки эквивалентен 6 стаканам овсяной крупы. 6 стаканов – это 12 порций овсяной каши. В волокнах это меньше, чем столовая ложка. Эти волокна вырабатывают из ячменя и овсяной крупы. Они помогают очень сильно снизить уровень холестерина. Вы едите овсяную кашу каждый день? И чуть раньше вы говорили о ее полезных свойствах. В овсянке много бета-глюкана, снижающего холестерин. Овсянка также помогает стабилизировать уровень сахара в крови. И она дает чувство насыщения на 5 часов. Вы не будете чувствовать голод, это поможет сбросить вес. Но вместо овсяной каши можно принимать и столовую ложку тех волокон. Да, правильно. Люди могут принимать 2-3 грамма волокон за полчаса или за час перед едой. Это сильно снижает аппетит. Дело в том, что для снижения уровня холестерина необходимо снизить вес. Еще мы обнаружили, что у большинства мужчин с высоким уровнем холестерина... Я так рад, что вы такой умный. Знаете, он так сильно хочет, чтобы верующие люди были здоровыми. Да, это наше главное желание. Бог дал Дону помазание, он вложил в него непреодолимую жажду к поиску истины. Вы знаете, сколько лет мы знакомы? С 1984 года. И все это время Дон был моим доктором. Вот почему я так хорошо выгляжу. И вы были нашим пастором 24 года. Сейчас я хочу поделиться с вами информацией, о которой большинство людей не знает. Мужчины с высоким содержанием холестерина, с диабетом 2 типа, с высоким кровяным давлением обычно имеют низкий уровень тестостерона. А женщины имеют низкий уровень эстрогена и прогестерона. Я даю своим пациентам, мужчинам, крем с тестостероном. А женщинам натуральный трансдермальный эстроген и прогестерон. Женщинам я даю очень малое количество тестостерона, чтобы у них не вырастали волосы на лице. Это наращивает мышечную массу. Это сжигает жиры. Это увеличивает содержание окиси азота. Это удаляет бляшки и снижает уровень сахара в крови. У большинства моих пациентов с диабетом 2 типа был низкий уровень тестостерона. Я хочу более подробно поговорить о диабете завтра. Я слышал, что люди могут излечиться от диабета 2 типа. Наши пациенты излечиваются. Не пропустите следующую передачу, мы поговорим о том, как вылечить диабет 2 типа. А сейчас мы продолжаем разговор о лечении сердечных заболеваний. Необходимо снизить уровень плохого холестерина и повысить уровень хорошего холестерина. Чем выше липопротеид высокой плотности, ЛВП, тем лучше. Вы должны дать нам всю эту потрясающую информацию. Чтобы повысить ЛВП, необходимо делать упражнения. Я советую пациентам, чтобы они выходили на улицу и гуляли. Также помогает неоцин. Он, кстати, содержится в красном винограде. Если принимать неоцин, то становится жарко. Сначала нужно принимать маленькие дозы и затем медленно наращивать дозу. И кроме того, за 30 минут до этого нужно принимать детский аспирин, тогда вам не будет жарко. Неоцин потрясающим образом повышает хороший холестерин. Но сейчас много говорят о его отрицательном действии. Я говорю о детском аспирине. 81 миллиграмм. Он разжижает кровь и предотвращает сердечные приступы. Но большинство врачей не говорят об этом пациентам. Другое прекрасное средство – это рыбий жир. Только не нужно принимать оба средства. Если вы принимаете рыбий жир и принимаете омега-3, жирные кислоты омега-3, с содержанием ЭПК 180 миллиграмм и ДКК 120 миллиграмм, он действует как детский аспирин. Омега-3 принимается 3-4 раза в день. Не нужно принимать всю дозу за один раз. Нужно распределить ее на весь день. Это помогает загладить артерии и очистить их от бляшек. Мы достигаем цели – снижаем плохой холестерин и повышаем хороший холестерин. Мы снижаем кровяное давление. Кроме того, людям необходимо делать упражнения. Этим мы снижаем объем талии. Расскажите об омеге-3. Это рыбий жир. Рыбий жир помогает снизить воспаление. Одна из основных причин образования бляшек – это С-реактивный белок. Он участвует в образовании бляшек. Самое лучшее средство для снижения уровня С-реактивного белка – это рыбий жир. Вместо него можно есть дикого лосося или семгу. Это невыращенный лосось. В выращенном лососе очень высокое содержание полихлорированного бифенила и диоксина. Эти химикаты ассоциируются с раковыми заболеваниями, поэтому лучше есть дикого лосося. Или даже еще лучше – регулярно принимать хороший рыбий жир. Вы также упомянули виноград. Он действительно помогает? В нем полезна кожица. Также полезно красное вино. Они помогают повысить уровень хорошего холестерина. Дон, сегодня вы дали нам столько полезной информации. Ну да, много. Многие люди даже не знают, что они больны. Это целая эпидемия. Что вы имеете в виду, когда говорите, что большинство людей не знает о своей болезни? Половина людей, страдающих диабетом второго типа, не знают, что он у них есть. Мы поговорим об этом завтра. Вы расскажете нашим зрителям, как лечить диабет. Это очень важно. А теперь давайте помолимся. Дорогой Иисус, Господь, мы соединяем наши руки и просим Тебя исцелить людей. Иисус, Господь, Твое Слово утверждает, более всего я хочу, чтобы вы здравствовали и преуспевали во всем, как преуспевает душа ваша. Дорогой Господь, мы вместе с Доном и Мэри молимся о том, чтобы Твоя исцеляющая сила коснулась всех людей. И сохрани их здоровье, Господь. Господь, убери от них всякую болезнь. Исцели их во славу Твою. Во имя Иисуса. И Божьи люди сказали Аминь и Аминь. Не пропустите следующую программу и помните, ваше чудо уже на пути к вам. Мы просим вас посеять семя в это служение. Бог обещал, давайте и дано будет вам. Меры полной, утрясенной и переполненной отцеплют вам в лоно ваше. Спасибо вам, люблю вас. Расскажите об этой передаче своим друзьям. До свидания. Всю хвалу мы отдаем Иисусу. И Божьи люди сказали Аминь и Аминь. Это будет чудесная программа. Мы поговорим о здоровье. В прошлой программе вы узнали о том, как лечить сердечные болезни. Еще вы узнали, как лечить диабет. Сегодня мы поговорим о лечении рака. Наша программа исцеляющая. Но часто мы делаем такие программы о здоровье, потому что Бог хочет этого. Помните, ведь Он исцелил израильский народ, когда вывел его из Египта. И потом Бог сказал Моисею, какие продукты им нужно есть и какие не нужно. Потому что Бог хотел, чтобы они были здоровыми. Сегодня со мной мой дорогой друг доктор Дон Колберт и его прекрасная жена Мэри. Мы дружим уже более 24 лет. И все это время Дон был моим доктором. На прошлой программе мы говорили, что диабет может быть вылечен. И ваши пациенты выздоравливают. Да, мы постоянно видим такие результаты. И то же самое касается болезни сердца. Да, мы очищаем бляшки в артериях. Это потрясающе. И сегодня мы поговорим о лечении рака. Но прежде чем начать разговор, расскажите о последних научных открытиях, связанных с кинзой. Кинза – это китайская петрушка. Кинза помогает выводить из организма металлы, например, ртуть. Этот металл очень трудно вывести из организма. Практически у всех людей в организме накапливается ртуть. В прошлый раз Дон рассказал нам потрясающую информацию о лечении диабета. Он говорил о корице, об омеге-3, то есть рыбьем жире. Он говорил, что нужно есть меньше сахара. Также он говорил о пищевых волокнах и еще многом другом. О солнечном свете я говорил. Расскажите еще раз о пищевых волокнах. Это пищевые волокна, которые изготавливают из ячменя и овса. В них очень много бета-клюкана. Они лечат диабет и сердечные заболевания. Также очень полезна вишня. Да, были проведены феноменальные исследования о вишне. Было обнаружено, что вишня, особенно кислая вишня, снижает воспаление в артериях точно так же, как индоцин. Это одно из самых мощных противовоспалительных средств. Но у него есть много побочных эффектов. Вишня предотвращает и лечит подагру. При некоторых типах рака она помогает снизить воспаление. Вишня предотвращает рак груди и рак толстой кишки. Это потрясающе. Теперь давайте поговорим о лечении раковых заболеваний. Вы наблюдаете случай выздоровления? Мы предупреждаем дальнейшее развитие рака постоянно. Многие онкологи отправляют своих пациентов ко мне, чтобы я назначил им диету во время прохождения химиотерапии. Мы улучшаем результаты химиотерапии. Я вообще-то не сторонник химиотерапии, но если у человека первая или вторая стадия рака, то он может быть полностью извлечен химиотерапией. Итак, что нужно делать при раке? Во-первых, изменить диету. Каждый пациент должен понимать основные принципы. Рак начинается как воспалительный процесс. Если мы едим сахар, много жареной пищи, много полиненасыщенных жиров, таких как рафинированное масло, много чипсов, крекеров и так далее, белый хлеб, белый рис, полуфабрикаты, то мы сами себя ведем к раку. Нужно есть больше овощей и зелени. Например, капусту, брокколи, цветную капусту, качанную капусту. Нужно есть больше ягод, потому что они содержат антиоксиданты, которые предотвращают появление рака. Если есть цитрусовые, которые содержат много витамина С, если есть продукты, содержащие антиоксиданты, если употреблять хорошие масла, например, рыбий жир, то мы буквально уберем основу для воспалительных процессов. Очень полезны орехи и семечки. Они помогают предотвратить рак. Но другие продукты, такие как говядина, свинина, буквально создают платформу для развития рака. Мой друг Билл Свод, которого вы знаете, говорил со своим доктором, и тот сказал ему, что если прекратить есть мясо, то все шансы появления рака сводятся к нулю. Это абсолютно точно. На самом деле мы едим слишком много мяса. Когда мы жарим мясо на гриле, и оно обугливается, в нем образуется бенспирен, канцерогенный углеводород. Жареное на гриле мясо или курица с обуглившимися частями очень опасны. В них много канцерогенов. Нужно есть меньше мяса. Лучший способ приготовления мяса это жарить на гриле тонкие кусочки. Причем огонь должен быть слабым. Либо поджарить его, постоянно переворачивая, либо испечь. Итак, никакого сахара, крекеров, белого хлеба. Если и есть их, то совсем чуть-чуть. И мясо. Особенно хот-доги и обработанное мясо, как куриная карачка или индейка. В моллюсках содержится арахидоновая кислота. Это очень вредно. Эти продукты вызывают воспалительные процессы, готовя почву для рака. Я не знал этого. Большинство людей этого не знают. Арахидоновая кислота вызывает воспалительные процессы. В каких еще продуктах ее нашли? В свинине, в мясе, в яичных желтках. Также она есть в моллюсках, креветках, ламарах и в крабах. В мидиях еще она есть. И из-за них идет воспаление. Да, воспаление. Но это не самое худшее. Вреднее всего гидрогенизированный жир, содержащийся в маргарине, в жире для теста и в лазуре для пирожных. Много обработанных продуктов содержит гидрогенизированный жир. Однако многие магазины и рестораны уже отказались от таких продуктов. Дон уже 10 лет говорит о вреде этих жиров. Теперь ввели ограничения на использование этих жиров. Я рад, что во многих ресторанах и супермаркетах стараются избегать таких продуктов, и это хорошо. Есть и другие вредные жиры. Они образуются при жарке. Если вы жарите гамбургер, то создаете огромное количество свободных радикалов, которые ведут к воспалению и готовят основу для рака. Ранее вы говорили о жареном мясе на гриле. О мясе с обуглившимися частями. Вы можете еще раз рассказать об этом? Это интересно. Если вы жарите на гриле курицу, мясо или другие продукты, и если они подгорают, то образуются очень вредные канцерогены. Он называется бензпирен. Он может вызывать рак толстой кишки. То же самое происходит при жарке тостов в тостере. При этом образуется акриламид. Он есть также в картофеле фри. Эти вещества ведут к раку. Излишняя поджарка вредна. Пережаривание пищи создает канцероген. Я никогда этого не слышал, а знаю я дону много лет. Хочу также сказать о поле ненасыщенных жирах еще. Если вы употребляете в пищу обработанное рафинированное масло, соевое, подсолнечное, кукурузное, то это вызывает в теле воспаление. Давайте поговорим о продуктах, снимающих воспаление. Во-первых, это фрукты и овощи. Они снижают воспаление. Хорошо снижают воспаление рыбий, жир, орехи и семечки, крупы. Все очень просто. Итак, что происходит? Когда вы едите продукты, вызывающие воспаление, это можно сравнить с тем, если бы по вашим клеткам начали стрелять тысячи раз, в результате мембраны клеток повреждаются. Сначала прорывается мембрана клетки, затем мембрана ядра, затем атаки подвергаются хромосомы. Когда травмируются хромосомы и начинается мутация, это образует рак. Люди не знают, что большинство видов рака начинается с воспаления. Давайте возьмем, для примера, самый распространенный рак. Итак, мы должны максимально снизить воспаление. У мужчин самый распространенный рак – это рак предстательной железы. У женщин – это рак груди. Второй распространенный вид рака – колоректальный рак. Третий вид – это рак легких. Я объясню, что происходит в каждом случае при этих видах рака. Все эти пораженные органы выделительные. Кишечник выводит переваренную пищу. Через грудь женщины выделяется молоко. Простата – это выделительный орган у мужчин. Легкие – это тоже выделительный орган. Через эти органы наше тело выделяет токсины. Это растворители, химикаты, тяжелые металлы, всевозможные токсичные материалы. Все эти вещества накапливаются. Они остаются в теле, в выводных каналах, и буквально начинают воспалительные процессы в этих органах. В этих органах образуются свободные радикалы, которые атакуют клетки, словно пули из автомата. Так начинается рак. Обычно он образуется в выделительных органах. Для того, чтобы предотвратить рак, мы должны делать следующее. В каждом теле ежедневно образуются раковые клетки, но иммунная система выявляет их и уничтожает. Что же мы должны делать? Нужно поддерживать иммунную систему. Прежде всего, человеку нужен хороший сон. Это минимум 8 часов. Мы должны бороться со стрессами и как можно больше смеяться. Это лучший способ укрепить иммунную систему. Мы можем еще поговорить о питании и о продуктах. Какие продукты помогают при раке? Ученые изучали, чем питаются люди, живущие более 100 лет. Вы назвали их столетниками. Этих людей изучали десятки лет. Где они живут? В Японии? Самое большое количество столетников живет на острове Окинава. Это Южная Япония. Этот остров называют японскими Гавайями. Он очень похож на Гавайи. Там очень красиво. Там живет самый большой процент столетников в мире. 15% всех столетников мира живут на этом острове. При том, что их численность составляет 0,002 от всего населения мира, ученые обнаружили, что у большинства этих людей, живущих более 100 лет, нет сердечных заболеваний, нет рака, нет диабета, нет высокого кровяного давления. Нет дегенеративных болезней. Это озадачило исследователи. Как это может быть? Они стали изучать их питание. Оказывается, они едят совсем другую пищу. Не такую, какую едят американцы. Более того, если жители Окинавы переезжали в США, то у них развивались те же болезни, которые есть у нас. У них такой же процент заболеваний раком и сердечными болезнями. Что же они едят? Они не едят ничего, что едим мы. Во-первых, они едят гораздо меньше калорий, чем мы. Обычно это 2000 калорий и ниже. Они не едят обработанные продукты и консерванты. Они питаются только свежими овощами и фруктами, которые собирают каждый день. Это правда, что консервированные продукты содержат химикаты? Да, это правда. Химикаты и консерванты. И много соли. Все консервированные продукты? Есть и такие, которые их не содержат. Они есть в магазинах диетических продуктов? Да. И я рекомендую замороженные овощи, если вы не можете найти свежие. Но эти столетники, как правило, употребляют в пищу свежее собранные овощи и фрукты. Никаких обработанных продуктов? Никаких. Они едят необработанные крупы, коричневый рис. Они не едят белый рис. Они едят морскую капусту, рыбу, орехи и семечки. Они практически не едят мяса и молочные продукты. Однако эти люди, которые старше 90 лет и даже старше 100 лет, имеют здоровые кости, никакого остеопороза, у них эластичные артерии без холестериновых бляшек. Они худые, но их ум острый, как бритва. Никто не страдает болезнью Альцгеймера. Они сильные, гибкие, энергичные. Что вы посоветуете, чтобы предотвратить рак? Во-первых, не есть много мяса. Если вы будете есть мясо, то оно должно быть постным. Красное мясо ешьте не чаще, чем раз в неделю. Ешьте мясо тех животных, которых откармливали травой на пастбищах, а не крупами. Мясо животных, откармливаемых зерном, содержит большое количество жиров, вызывающих воспаление. Это жиры омега-6. В отличие от жиров омега-3, эти жиры вызывают воспаление. Животные и куры, выкармливаемые травой на пастбищах, содержат много жиров омега-3, и они как раз снимают воспаление. Значит, можно есть курицу? Да, если ее кормили травой. В любом случае, курицу нельзя жарить. И когда вы ее жарите, вы готовите платформу для рака. Эти люди, которые живут более 100 лет, не едят жареную пищу. Они едят сырые продукты или приготовленные на пару. Есть другая группа столетников, и они еще более необыкновенны, чем жители Окинавы. Они живут в горах Северного Пакистана. Они изолированы от всего мира. Высота этих гор 6-7 тысяч метров. Этот народ был изолирован от остального мира 2 тысячи лет. Исследователи обнаружили их в начале 20 века. Это были люди гор. Их было 20-30 тысяч. Из них многие были старше 100 лет. И у них были крепкие зубы. У них не выпадали волосы, их зрение было острым. Что же они делали? Ни у одного из них не было рака и никаких сердечных заболеваний. Что же они ели? Что они делали? Их питание было необычным. Они ели много фруктов, особенно абрикосы, яблоки, ягоды, вишню, виноград. И знаете, что они ели каждое утро? Сушеные абрикосы с семенами льна, росшего на вершинах гор. Еще они ели овсянку. Кроме того, они брали бобы, чечевицу, горох, и замачивали их в воде, пока они не прорастали. То есть они ели сырые, пророщенные зерна бобов, кукурузы, злаковых. Бобы помогают предотвратить рак. Да, особенно пророщенные. В этом виде они наиболее питательны и содержат много антиоксидантов. Прежде чем мы закончим программу, расскажите еще раз о пользе гранатового сока. Гранатовый сок – это исцеляющий продукт. Это один из семи продуктов, описанных во Второзаконии 8 главе 8 стих. Каждый человек должен пить гранатовый сок по 50 грамм в день. Прежде всего, он очищает артерии от бляшек. Исследования показали, что если пить гранатовый сок на протяжении трех лет, то стенки сосудов станут тоньше и эластичнее на 35%, и кровоток усилится на 42%. Это потрясающий результат. И он помогает при диабете. Он снижает кровяное давление на 20%. Также он снижает воспаление. Это один из сильнейших антиоксидантов. За один год употребления гранатового сока содержание антиоксидантов в теле увеличивается на 120%. А теперь давайте помолимся. Давайте верить Богу. Это вложение в ваше здоровье. Это очень важно. Давайте помолимся. Давайте попросим Бога исцелить ваше тело. И помните, о чем я говорил ранее? Даже после того, как Бог исцелил народ в книге Исход, Он назвал Моисею те продукты, которые им следовало есть. И те продукты, которые они не должны были есть. Потому что Бог не только хочет исцелить вас, Он хочет поддерживать ваше здоровье. Отец, сегодня мы молимся во имя Иисуса. Исцели Твой народ. Принеси Твоим людям здоровье. Господь, исцели их. И пусть они последуют этим советам. Тогда они будут жить долго. Они будут благословлены. И также их дети будут благословлены и будут здоровы. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Мы просим вас сделать пожертвование. Господь сказал, давайте и дано будет вам. Меру добрую, утрясенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Если вы посеете семя на Божью работу, Бог отблагодарит вас. Он благословит вас. Не обращайте внимания на проблемы в экономике. Бог благословил Авраама и Исаака во время голода. Он благословил Иакова. Несмотря на то, что его дядя десять раз обманывал его и снижал ему вознаграждение. Если вы будете верны Богу, то Он благословит вас, независимо от экономической ситуации. На самом деле, это как раз то время, когда Бог даст вам процветание, чтобы показать вам, что Он Бог. Вам нужно просто подчиниться Ему. Сделайте это сегодня. На следующей программе вы увидите божественную силу в действии. Верьте, что Бог исцелит вас. Ваше будущее будет лучше, чем прошлое. Увидимся. До свидания. Я попала в ужасную автокатастрофу. Я перенесла два кровоизлияния в мозг, контузию и сломала шею и запястья. Вот здесь у меня были швы, середина лба до макушки головы. Все тело было в ушибах. Я лежала в реанимации, постоянно теряя сознание. Я услышала, как доктор сказал, что у меня практически нет шансов выжить, но я верила, что Бог мне поможет. Бог сразу же стал исцелять меня. Через неделю я уже выписалась из больницы. Спустя два дня я сидела на диване и смотрела «Это твой день». В своем сердце я знала, что это мой день, что Бог полностью меня исцелит. Я начала восхвалять и славить Бога заранее. Кто-то с корсетом на шее. У вас была сильная боль. Сейчас вы чувствуете, как через вашу шею проходит божественная сила. Спасибо, Господь. Когда пастор сказал, что исцеляется кто-то с корсетом на шее, я поняла, что он говорит обо мне. Я чувствовала тепло в шее. Через неделю я пошла к доктору. Я славила Богу, потому что в своем сердце знала, что рентген подтвердит мое исцеление. Я рассказала доктору все, что со мной произошло. Отчет врача подтвердил, что мои шейные позвонки в полном порядке. Я знаю, что это чудо совершил Бог. Я так благодарна Ему. Служение Бенихина касается каждого в свое время.